Драйв, скорость и адреналин. В Малаховском парке прошел ежегодный квадрофестиваль «Огонь и лед». Как четырехколесные железные кони справлялись со снежной трассой, выясняла наша снимочная группа. Спортсмен готов! Снегурочка всегда готова! Приготовились! На старт! Внимание! Поехали! В свои 68 Евгений Грачев, среди единомышленников более известный по Нику Тахо, дает фору многим молодым любителям езды на квадроцикле. Мотоспортом он увлекается с 16 лет. В таких зимних соревнованиях со своим 800-кубовым железным конем участвует с 2010 года. Трасса такая, знаете, сейчас снег, чуть-чуть проехали, будет все раскатано, поэтому минута две-три непонятно. По сложности мы эту трассу все уже знаем. Из года в год одна и та же трасса. Поэтому это адреналин, это у каждого свое хобби. Соревнования проходили в стиле кантри-кросс. Учитывалось скорость и время прохождения заснеженной дистанции. По словам организаторов, трасса не из простых. В ней много поворотов и препятствий в виде трамплинов и деревьев. Опять же, каждый год в честь Рождества мы собираемся здесь, в Малаховском парке. Для того, чтобы не сидеть дома, мы за активный образ жизни. Все-таки Люберецкая земля – это спортивная у нас территория, где собираемся каждый год здесь, с семьями, с детьми, с женами, со знакомыми, для того, чтобы отметить Рождество в квадроциле. Помимо спортивного состязания, участников и зрителей фестиваля ждали зимний тир, дискотека и катание на собачьих упряжках и конях. Следующий большой квадрофестиваль пройдет в феврале и будет приурочен к празднованию Дня Защитника Отечества. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.